Утром первого, на месте. Тремя на заработал, включили эту склону поезды. Изопринято, уезжаем. Сотрудники Махтаральска УРВД по горячим следам раскрыли факт вооруженного грабежа. С заявлением об этом преступлении к полицейским обратился 25-летний житель района. Как рассказал потерпевший, его с машиной ночью вызвал неизвестный мужчина. Но ехать никуда не стал и, угрожая ножом и электрошокером, отобрал 7500 тенге и автомашину ВАЗ-2114, после чего скрылся с места преступления. В Джетесае возле кафе Аксукен гражданин С напал на водителя автомашины ВАЗ-2114, связал хозяина и, положив его на заднее сидение, уехал. Там же, в Джетесае, он оставил владельца машины гражданина Г в одном из электрических счетов-трансформаторов, после чего покинул место преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого 40-летнего жителя этого же района. Во время допроса и показанной месте преступления он рассказал, как все произошло. В левой руке у меня был нож, правый электрошокер. Я ударил водителя сначала шокером, и он поднял руку. Потом я откинул электрошокер и сказал ему, «Братишки, я ничего против тебя не имею, я не хочу тебя убивать, мне просто нужна твоя машина». Но далеко уехать на чужой машине подозреваемый не смог и бросил ее за Джетесаем. Сейчас по этому факту полицейские возбудили уголовное дело. Если суд признает вину подозреваемого, то ему грозит до пяти лет лишения свободы. За минувшие сутки в городе произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Из них пострадали пять человек. Вечером примерно в 8.30 авария произошла на площади Ордобасы. Здесь столкнулись автомашины, Маза 323 и автобус МАН 27 маршрута. Как рассказали очевидцы, автобус ехал по улице Толи-Би со стороны Верхнего базара в Старый город. А Маза двигалась навстречу, поворачивая на улицу Козыбек-Би. Легковой автомобиль не пропустил автобус, вследствие чего и произошло столкновение. В результате удара ушибы получил один из пассажиров автобуса. Ими помощь оказали врачи скорой медицинской помощи. Вскоре на место ДТП прибыли полицейские, которые расчертили схему. И сейчас ведут расследование этого дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям провели оперативно-тактические учения в Шимкенском аэропорту. Согласно легенде учений, здесь загорелся самолет Ан-24. На его тушение были направлены 11 единиц спецтехники, одна штабная автомашина и более 70 человек личного состава. Кроме них, в отработке приняли участие специалисты Центра медицины катастроф, спасатели, полицейский, врачи скорой медицинской помощи и администрация аэропорта. С поставленной задачей пожарные и другие чрезвычайные службы справились в установленные нормативами сроки, получив хорошую оценку руководителя учения. Такие отработки сотрудники ЧАЭС планируют проводить регулярно, чтобы поддерживать боевое состояние подразделения. КОНЕЦ